Мы попали в такой замес приличный, международный. Вся Европа. Американцы со времен Трампа разрушают Европу. Но надо на кого-то ставку делать, они же за тысячу километров. Помните Трамп, Брексит в Великобритании. Что было плохо для Англии? Да все было нормально. Но Англия и Соединенные Штаты Америки – это друзья, не раздевая вода. У них отношения повязаны, перевязаны больше, чем у нас в Российской Федерации. Правда, нас упрекают, что мы вот с Россией, а сами-то ведь проводят эту политику. Поэтому Великобритания – это их оплот, авианосец непотопляемый. С другой стороны, Польша делают ставку на Польшу, на нас и Украину должны были. Если в 2020 году не выдержали, нас бы в кучу. И вот этот поезд от Балтики до Черного моря, Польша, Беларусь и Украина, санитарный кордон между Россией и Китаем. На востоке. То есть мы опять в серую эту зону должны были попасть. Выстояли. Вот они ставку делают сегодня на Польшу. Вы смотрите, в Украине помощь идет в основном через Польшу. Жешув. Я там пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются на экскурсию в Жешув сходить. Почему? Потому что техника и вооружение шли с Жешува. Там, где воевали под Артемовском, Бахмутом эти вагнеровцы. И там погибли тысячи их ребят. И они это им не простят. И пусть еще скажет Беларусь. И мне спасибо за то, что мы пригласили к себе этих бойцов. Это ребята заряженные на войну. Обиженные, много искалеченных, много погибших. Они что, простят, не простят. Поэтому пусть молятся, что мы держим их еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня в этом упрекать не надо, а пусть скажут спасибо. То есть американцы начали делать ставку на них. Будут накачивать. Вы же видите все мероприятия. Сколько раз американский президент приезжал куда? В Варшаву. Там разные мероприятия. НАТО в Литве. То есть начинают подтягивать эти страны, чтобы здесь опереться. И старая Европа, Германия, Франция оказались в тисках. С одной стороны Великобритания, да и их флот в Атлантике. А с другой стороны мы отпали. Вот за Украину воюют здесь. И в тисках эта Европа. Им, американцам, Европа, это не враг, но это сильный соперник. Вот они сейчас раздевают Европу. Давайте деньги, давайте деньги. Еще со времена Трампа, помните, 2% ВВП на вооружение и так далее. Они накачивают Варшаву оружием, леопарды и прочую технику военную забирают, уже можно сказать, силы у стариков Европы. Франция, Германия, Италия, Испания и прочее. И давайте, давайте туда в Украину. В тисках Европа. Надо им разобраться с Европой. Они уже унизили эту Европу, дальше некуда. Вы посмотрите, Германия, четвертая экономика мира скатилась там на 10-11 место. Буквально за 2 года. Это их политика. Им надо Европа, чтобы была оплотом для них, униженная, растоптанная. Россию уничтожить, подобраться к Китаю. Вот их политика.